Рождество Твоей, Кресте Боже наш, Сустью миром и цвет разума, В небо звездам служащей звездаю жакуса, Сустью миром и цвет разума, 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 было особенным. После долгого перерыва начал полноценно функционировать Свято-Троицкий кафедральный собор. И так получилось, что праздничное рождественское богослужение стало первой архиерейской службой за последние годы. Сейчас главный собор Барышской епархии переживает период глубокой реконструкции. За два с половиной века здание произносилось настолько, что его чуть ли не перестраивали заново. Укрепляли, а если не получалось, то заменяли буквально все, от фундамента до стен. Начали больше двух лет назад, когда закончат один бог Веды. Но когда это стало возможным, тут сразу же возродили периодические службы архиерейским чином. И вот в ночь на Рождество владыка Филарет, как и в былые времена, выходит из престола уже сильно обновленного, но до боли родного собора, чтобы дать начало праздничной литургии. Рождество владыка Филарет, как и в былые времена, выходит из престола. Ночная рождественская служба, пожалуй, самая красивая и, конечно же, очень трогательная. И не зря ежегодно в ночь 6 на 7 января в храмах России яблоку негде упасть. Но не в этом году. Свято-Троицкий собор не был забит до отказа. И каждый, кто пришел в эту чудесную ночь в храм, получить частичку Божьей благодати, помолился и о ближнем своем, который в храм попасть не смог. Об этом верующих в рождественском послании попросил святейший патриарх Кирилл. Многие из наших браков и сестры в перегоносном поведении лишены невозможности посещать храмы. Вознесет уже один прошение невозделанному творцу. Да, Бог обладил душевные интересные силы, даровал валящее скорейшее исцеление и спасал свою помощь врачам и всем литерским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье. Вся рождественская служба сопровождалась строками из Святого Писания. Христос родился для спасения рода человеческого. Об этом и не только пели люди вместе с владыкой на праздничной литургии. Рождество Христово как начало начал всего духовного на земле. Посылая Сына Своего к людям и зная, что Его ждет неминуемая и страшная участь, Господь дал нам знак Своей неземной любви к нам, чадам Его. Знак того, что мы на самом деле можем намного больше, чем думаем. Об этом и не только говорил владыка в Своем архипастерском слове. Песня «Святого Духа» Поздравляю с Джеймс, с днем рождения, Господа и Спасителя нашего, Совершителя всякой истины, Господа Христа Иисуса. Воистину тайна, которая есть, как мы называем, в очеловечении Бога, как по его тропарях, и необъемлемую пещеру, предложу на земля, который вся совершила силою своей, ему всего же ждали ясно, где кормушка пристала. Поэтому Христос рождается, приходит в эту жизнь, в нашу жизнь, в человеческую. И рождается он самым чудным образом, который можно представить себе, который удобно у нас является, что и Дева Пресвятая становится Матерью, потому что Бог желает обрести плоть, которую Он дал человеку. И рождается для чего, братья и сестры? Рождается для того, чтобы каждого из нас восставить, обновить, вочеловечить, вернуть нам тот образ первозданный, который Творец вложил в каждого из нас. Но мы по своей, так скажем, злобе, по своему нежеланию, а все это, конечно, называется грехом первозданным, Всего лишь всего-навсего является для нас с вами тем, что мы с вами должны любовью к Христовой избавляться от греха. Потому что Он пришел при нем для того, чтобы стать переосвященником по чему-нибудь в себе. Чтобы принести за нас жертву Богу, Творцу избавителя, всех, чтобы воистину сегодняшний, еще когда-то смогу сказать, что праздник, мы с вами как раз понимаем, что мы начинаем в эти дни святые славить Троицу, Троицу единосущей и неразделенной. Поэтому хочется всех вас, братья и сестры, поздравить с этим праздником, потому что Таинство великое. И как мы с вами исповедуем, Бога никто никогда же нигде не видел. И здесь великое Таинство. Бог становится человеком. Как сказал апостол Павел, явил Себя ангелом. Ангелы в трепете и ужасе служили Христу. Как мы знаем, и по Его воскресенью, и когда Он был еще немощным, маленьким владельцем. Потому что Он избрал самый вдохновенный путь. Мог бы Он там что-нибудь такое сотворить, как в фэнтезийных сейчас книгах описываются такие разные. Ну, наверное, могут. Кто ее слышит? Я не знаю. Но мысли Бога не мысли человека. И как Бог понимает спасение, для нас с вами не верно. Но вот Он взял такую самую простую. Он взял и пришел, и родился при святых девах, в пещере, в общем-то, в семье Иосифа, который же был весьма в преклонных годах. Иосифа зачастую сам уже не мог добывать, так скажем, пропитание на все семейство. И ему помогали в этом и аквы, и сыновья, и дочери, и сыновья, и прочее. Поэтому, что можно сказать? Бог Всередец, Он творит все, что Ему угодно для нашего спасения. Он нам показывает путь смирения. Путь, который каждому из нас необходимо пройти. Потому что Он действительно избрал не великое, не пышное, не что такое, со множеством сил, с колесницами, с конями, могу там, с водом, на десять. Но Он всего лишь взял самое простое в своей человеческой существовании. И, как Он всегда учил, когда Его Пилат спрашивал, ты ли царь еврейский? Да, я родился в этом. Но царство Мое не от мира сего. Поэтому царство Христа – это царство будущего века. А будущее века у нас начинается тогда, когда здесь подойдет количество времен. Рождество за Рождеством, Пасха за Пасхой. Но когда время исполнится, а оно исполнится, Христос, бессмертный наш Царь и Святитель наш, придет всех, всех живых и мертвых святителей. Потому что, как мы говорили, у Бога мертвых нет. Ибо Бог не творец мертвецов, но Бог живет. И все души наши живут и встанут перед Господом нашим ямом. Поэтому сегодня будем радоваться. О Христе родился, что сидит, в том, что Бог нас всех привел к небесной своей жизни. С праздником, с Рождеством Христовым! Всех благодарю вас! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Спасибо! Всех благодарю вас! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам поступил вопрос. Христос – Сын Божий, и Он без греха. Зачем же Ему нужно было принимать святое крещение? Действительно, мы не совсем понимаем и не совсем осознаем, почему же Христос безгрешный принял крещение. И крещение для нас с вами – это очищение от первородного греха. Это рождение в жизнь вечную. И мы с вами не совсем понимаем, что же подразумевает в себе крещение Господне и каковы были его причины. Даже сам Иоанн Креститель, который был святым пророком, который предвозвестил всем пришествие в мир Бессии, даже он сказал, что «Зачем ты пришел ко мне? Я недостоин, и я должен креститься от тебя». Христос на это сказал ему, что так нам должно исполнить всякую правду. В этих словах заключается то, что Христос своим примером показал, что Он пришел, как сказано в Священном Писании, не разорить законы пророков, но исполнить. И Христос показал всем пример смирения и послушания. «Подобно этому же Христос был обрезан в восьмой день, согласно иудейскому закону, и подобно этому же и принял Святое Крещение». Но так как Христос действительно был без греха, в Евангелии мы читаем, что Он тотчас же по Крещении вышел из воды. Хотя мы знаем, что Иоанново Крещение, оно подразумевало изначально перед собой исповедь, и поэтому длилось достаточно долго, так как человек, крещаемый во зрелом уже возрасте, исповедовал все свои прегрешения. Христос же тотчас вышел из воды. И, собственно, первой причиной Крещения Христа в водах Ордана было то, что он должен был исполнить закон, который был в тот момент в Иудее. Вторая же причина Крещения Христова было то, что он должен был явить себя Израилю, явить себя миру. И мы с вами знаем в Священном Писании, что Иоанн говорит «Я не знаю его, но пославший меня совершать крещение, укажет мне на него схождением Святого Духа». И мы с вами видим, что именно в этот день на Господа Иисуса Христа сошел Святой Дух в виде голубя, как рассказывает нам Священное Писание, и глаз Бога Отца возгласил «Сей есть Сын мой возлюбленный». Именно этот момент является явлением всей Святой Троицы. Поэтому праздник Крещения Господня обычно называют Богоявлением. И с этого момента Христос начал свою проповедь. То есть таким образом Иоанн Претеча показал людям Христа. Здесь есть еще один момент. Иоанн Претеча, он Христа Иисуса знал, так как он был с ним родственник. И мы с вами знаем из Священного Писания, что Дева Мария пришла к Елисавете, матери Иоанна Крестителя, и они были между собой родственницами. И возвестили друг другу благие вести, радости. И вот спустя какое-то время Иоанн говорит, что «я его не знаю». Иисуса Иоанн знал. Он не знал, кто есть Мессия. И узнал он его именно потому, что заповедовал ему, пославший его крестить, что сойдет на него Дух Святой. И таким образом, вторая причина нам становится ясна и понятна, что Христос тем самым явил Себя миру. Еще один вопрос, поступивший нам. Святая вода. Какова причина омовения ею и окропления? В чем смысл? Говорят в народе, что святая вода избавляет от злых духов. Не суеверие ли это? Святая вода является прежде всего святыней. Как и многие предметы церковной утвари, крест, иконы, как и святые мощи, как и даже маленькая ламинированная иконочка, которую мы носим в своем кармане. Она также является святыней. И сама по себе святыня не делает каких-то сверхъестественных вещей, не исцеляет, не изгоняет. Сама по себе вещь не действует без благодати Божией. И через какой-то предмет или через святую воду исходит именно благодать Божия. И исходит она, конечно, не для каждого. Благодать Божия исходит для тех, кто ее достоин. Тот, кто своей жизнью, праведной, своим смирением, послушанием и добродетелями заслужил, чтобы Господь даровал через святую воду или через крест Господень, или через мощи святых, даровал исцеление, даровал избавление от наветов лукавого, от злых духов. И, конечно, мы понимаем, что не каждый человек, приходящий в храм попросить о каком-то исцелении, о каком-то успехе в работе или в доме, не каждый получает просимое. Получает просимое достойный. Получает тот, кто не только приходит просить, а тот, кто и сам жертвует чем-то необходимым в своей жизни, временем, средствами, трудом. И такой человек, конечно, может уповать на милость Божию. Поэтому святая вода и несет в себе особую благодать. Мы с вами знаем, что даже в светском выражении «Вода – источник жизни». И действительно, вода явилась всяким началом жизни. Ничто не может жить без воды. Ничто живое. И человеческая душа, являясь живой душой, также не может жить без воды. Без воды, которая насыщает прежде всего самого человека. И понимание святой воды для нас – это отношение особое к святости. Мы с вами прекрасно знаем, что в церкви положены несколько особых дней, когда совершается великое освящение воды. Таких дней всего два. Это на вечере крещения Господня 18 января и в сам день крещения. В этот день совершается великое освящение воды. И вода эта называется «Великая агиасма». К ней благочестивые христиане подходят с особым трепетом, с особым благоговением и принимают ее только натощак во исцелении души и тела. И также каждое воскресенье или чаще совершается водосвятный молебен, малое освящение воды. Та вода, которая освящается на малом освящении, разбирается также по домам и также ее употребляют. Но уже можно ее употреблять не натощак, а в течение всего времени. И особенно, конечно, зависит все от настроя человека. Если человек настроен, дабы получить какие-то видимые дарования от Бога или дабы получить знамение чуда, то, конечно, Господь такому человеку чуда не даст. И если же человек приходит ко Господу с искренней просьбой и берет видимую святыню, в том числе и воду, то Господь, испуская свою благодать через эту святую воду, конечно, дарует человеку здравие, спасение и помощь во всех его нерешенных бедах и проблемах. Павловка Павловка встретила епископа Филарета сильным снегопадом и метелью. Но не приехать владыков в этот день не мог. Тут в храме покрова Пресвятой Богородицы праздновал сразу три события. День памяти проповедника Василия Великого, обрезание Господня и 50-летний юбилей настоятеля храма благочинного четвертого округа барышеской епархии протеерея Андрея Филькина. Василий Великий – проповедник, церковный писатель и составитель огромного количества канонов, которые вот уже на протяжении более полутора тысячелетий использует христианская церковь. При жизни он был ярым защитником христианских ценностей. Большинство из богослужений, которые проводятся в храмах православной церкви, были составлены именно Василием Великим. Он утвердил достаточно много тех канонических правил, которые действуют в храмах церкви. Но он сделал одно из таких главных его деяний, то есть он как бы переложил в литературную форму, которую мы сейчас используем при служении литургии. Он превратил как бы литургию в отдельное таинство. Еще один праздник обрезания Господня несет в себе огромный смысл. Во-первых, само действие, совершенное на восьмой день после рождения Иисуса Христа, доказывает, что Спаситель был действительно человеком из плоти и крови. У православных обрезание означает не столько техническое действие, сколько духовный смысл обрезания от греха. Потому что грех томит душу, изнемогает ее, превращает душу в помойку, в грязь. И вот воистину каждому христианину нужно заботиться о том, чтобы были мы с вами, как сказал апостол Павел, обрезанное сердце. То есть сердце наше обрежьте от всяких греховных полос. Да избавит вас Господь от всякого зла тогда. Потому что если вы сами не будете отказываться от греха, то Господь как вас сможет изнасиловать? Никак. А если вы сами выжите своим лиховным сердцем к тому, чтобы приложиться к нечистоте, к мерзости, все, что мерзостное и противное было. Вот это вот самый наш главный смысл, праздник этого. Сегодняшний полувековой юбиляр порта Ирея Андрея Филькина, как это принято говорить, один из столбов Барышской епархии. Он окормляет 4-й округ, Павловский район Ульяновской области. У батюшки большая воскресная школа, православный духовный центр, пятеро своих ребятишек и самая большая на данный момент стройка в епархии – восстановление Воскресенской церкви в Павловке. От митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина по ходатайству епископа Филарета Владыка вручил отцу Андрею подарок и поздравил с юбилеем. Митрополит подарил у нас медалью Святаго Андрея Божьима. Поэтому хочется приводить ему. Дай Бог, чтобы у тебя было всякое звание. Это все. 50 лет один раз в жизни бывает. 50 лет не будет. Тебе хочется, Андрей, пожелать, чтобы благость Божья вела себя на правую руку, чтобы по молитвам твоим Бог откликался тебе, давал все необходимое давление. А тебе самое главное, чтобы сердце твоим исходевало вера, которую тебя очищало, уморяло, оставляло. На всякое доброе благотворное дело. Потому что воистину путь веры в человеке – это самое главное. Я хочу от себя и от прихожан поблагодарить вас за то, что вы приехали, прибыли на нашу Павловскую землю. В эти святые дни нашли время, в эту непогоду и так далее. Совершили Божественную Литургию архиерейским чином, апостольская была даракия, зашла на нас. Преподали нам благословения, наставили за ваше слово, заставление благодарю вас, за ваши молитвы, за ваши труды, за вашу заботу. Спасибо, Христа, всех праздников. Отец Андреев поздравляйте. Ходите, делите ему уши в последний раз. Особо тепло своего батюшку поздравляли прихожане не только павловских приходов, но и православных общин со всего района. Всех храмов приходских мы поздравляем нашего батюшку с таким хорошим праздником. Вам посчастливилось родить такой хороший праздник. Наверное, Господь в этот момент уже начертал вашу судьбу. Всем нам посчастливилось, что мы живем, вместе с вами служим, вместе с вами боремся, испытываем какие-то испытания но большое вам спасибо, большая вам благодать за учение, за воспитание, за все то, что вы совершаете на нашей земле. Спасибо вам большое. Уважаемые прихожане, уважаемые священослужители, дорогой батюшка, очень приятно находиться в такой атмосфере здесь, в великолепном храме по поводу вашего юбилея и праздника. Желаем вам горжи и милости, духовной радости, здоровья, крепости, духовных и телесных сил вам на многие лета. Дмитрий Гулин, видеостудия Барышевской епархии специально для программы «Вопросы о религии». Дмитрий Гулин, видеостудия Барышевской епархии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова